Здравствуйте, это Грэм Ньюс. Меня зовут Анна Лейтланд-Григорьева, и здесь мы обобщаем главное из сказанного в Грэме за неделю. Очередные обстрелы критической инфраструктуры Украины оставили без света и воды практически всю страну. Что дальше? Об этом в интервью Грэму порассуждал юрист Марк Фейгин. Ну сейчас очередные обстрелы, массовые обстрелы Киева, других городов. Вчера это происходило. Зеленский срочно созывается в без ООН и обвиняет Россию в преступлениях против человечности. Ряд городов Украины, даже, наверное, все города Украины частично без света и воды. Сейчас как-то ситуация стабилизировалась. Но есть ли какой-то предел, на ваш взгляд? В каком направлении вообще может развиваться ситуация? Ну, смотри, предел это ракеты, которыми обладают, ну, там, в том числе и вот эти БПЛА, Герань, Ланцеты. Сколько их там есть, я не знаю. Разведка знает. Не знаю. Я не знаю. Путин уже перешагнул ряд красных линий, что называется, которые они так любят. За которыми, собственно говоря, какая? Обстрелом больше, обстрелом меньше. Чего это изменит? Как сказал Геббельс с соратником Гитлера, вместе шли, вместе и висеть. Все равно висеть. Так уж за два или за сто раз обстрелов. Какая разница? Или уж пан, или пропал. Поэтому предел, видите, какой? Это можно решить. Это можно решить двумя способами. Либо договориться, к чему понуждает Путин, а он хочет не переговоров, а капитуляции. А второй вопрос, выбрать войну. Дать соответствующее вооружение, как фактор сдерживания. Если у Украины появятся такие же ракеты, такие же беспилотники, которые могут до Москвы долететь. Ну, как? Можете попробовать. Давайте. Вы нас, мы вас. Посмотрим, что ПВО сильнее. Понимаете? И тут, как бы сказать, игра уравновесится. Потому, что ракеты это то единственное, но может самолеты еще. Чего у Украины нет. Все остальное Украина, в общем, по некоторым видам вооружения. По странам западных, конечно. Западных вооружений. Она превосходит российскую армию. А вот ракет нет. Есть ракетные снаряды для Хаймерсов. Они летают на 70-80 километров. Но есть там точка У. Их уже практически нет у Украины. Они израсходованы. Есть какие-то БПЛА. Но их дальность, она скромнее. А у России эти средства есть. Но даже и у нее, видимо, есть проблемы. Поскольку она ищет отношения с Ираном. С Тегераном пытается получить дополнительные баллистические ракеты. Значит, они тоже израсходуемый материал. Значит, нужно пополнять. Вы сказали об оружии, которое в случае, если оно будет предоставлено Украине, которое может, ракеты, которые будут долететь до Кремля. Но поскольку мы понимаем, все-таки вероятность того, что у Украины будет такое оружие, она очень низкая в нынешних условиях. Ну, вы понимаете, опять же, мы толком не знаем, что происходит. Украина, например, продолжает делать собственные разработки относительно, в частности, беспилотников. Об этом сообщении появляются. Возможно, какие-то технологии Украина-то получила. Не исключено, что через какое-то обозримое время Укроборонпром создаст беспилотники с дальностью тысячи и более километров. Нельзя исключать. Нельзя исключать. Это не оружие, поставленное американцами под условием, что и оно не будет использоваться для обстрелов российской территории. Ну, это известный публичный долг. Публичное требование со стороны Запада. А если это оружие, которое создаёт сама Украина, она вправе обстреливать территорию. Она же не может не спрашивать. Это наши разработки. А что там происходит? Какие разработки? Украина не настолько, так сказать, беспомощная страна, чтобы не повторить, не скопировать какие-то средства, которые, собственно говоря, предоставляет Запад. И увеличив и дальность, и мощность, и так далее. Я думаю, что где-то, в общем, да, это военные секреты, но нельзя исключать, к следующему году такие средства у Украины собственные могут появиться. Нельзя совсем этого исключать. Несмотря на то, что большая часть нашей работы сосредоточена на освещении событий в Украине, чемпионат мира по футболу в Катаре нельзя обойти стороной. Согласно различным экспертным оценкам и подсчётам, общие затраты ДОХи на чемпионат мира превышают 200 миллиардов долларов. Почему авторитарным режимом так важны большие спортивные мероприятия? Потому что спорт – это заменитель войны. Такое мнение в Грэмме выразил журналист Игорь Яковенко. О большом спорте и его влиянии сейчас гость порассуждал у нас на этой неделе. Кстати, существует, ну, такая достаточно, так сказать, философское обоснование вот этой вот ситуации. Она связана с тем, что спорт – это вообще всё-таки некто, ну, за исключением художественной гимнастики и так далее, это всё-таки такой заменитель войны. Да, то есть, ну, в частности, футбол, хоккей, значит, другие вот такие виды спорта, которые, там, я уж не говорю, там, о боксе, ММА и так далее. Это всё-таки вот такой вот заменитель войны, так сказать, и, собственно говоря, он всегда был именно таким, и именно поэтому вокруг спорта всегда возникает, так сказать, ажиотаж патриотический, значит, когда, в общем, непонятно уже, важен ли спорт, важны ли спортивные достижения или просто болеют за своих. Это вот действительно такой вот эквивалент войны. И поэтому для вот таких вот тоталитарных, авторитарных, милитаристских стран спорт имеет особое значение. Кстати, наши зрители уточняют, вы сказали о том, что за исключением художественной гимнастики спорт является неким заменителем войны. Да, я тут явно, так сказать, сел в лужу. Я понимаю, что такое художественная гимнастика для Путина. Ну, просто не сообразил, да. Ну, а, кстати, если говорить о художественной гимнастике, о фигурном катании, о балете, о синхронном плавании, это те дисциплины в России, которые, ну, действительно всегда приносили медали. И здесь как раз есть какой-то, как мне кажется, такой парадокс, ведь это красиво, как бы, это красиво. И это красиво Россия тоже умела делать на высшем уровне. Вот как это сочетается? Значит, смотрите, мое заблуждение, когда я с самого начала сказал, что вот за исключением там художественной гимнастики, оно строилось на представлении о том, что спорт – это заменитель войны. Да, то есть, ну, это вот такая классическая схема, которая была в моей голове. И она в ней остается, да. Действительно, спорт – это заменитель войны. Если говорить на тему, опять же, упомяну Кабаеву и разговоры о ее отношениях с Путиным, большая разница в возрасте, опять же, как зарождались их отношения. Это стоило газете «Московский корреспондент жизни» и ее главному редактору иммиграции. Но, тем не менее, здесь нет еще такого элемента, что, ну, скажем, готовят вот этих молодых девочек к тому, что приходят предприниматели или политики, и, в общем-то, ну, их сватают, как это было, там, похищают в каком-то смысле, в таком ритуальном, для того, чтобы они были женами или, там, не хочется говорить слово «возлюбленное», оно слишком благородное для определенных людей. Это тоже так устроено, получается? И спорт тоже в этом смысле? Безусловно, это еще одна сторона. То есть, действительно, многочисленные случаи, когда, так сказать, и гимнастика, и балет. Ну, слушайте, это началось достаточно давно. Мы не будем сейчас говорить о том, что это вот изобретение путинского режима. Известно, как, значит, в империи Романовых было распространено, значит, подобного рода набирание наложниц среди балерин, среди певиц. Ну, тогда спорт не носил такого, не было такой индустрии спорта. Но, если бы она была, то, безусловно, она была бы тоже базой для формирования, так сказать, вот этого института наложниц. А тогда это были балерины. Балерины, певицы, ну, собственно говоря, тоже молодые, физически здоровые, привлекательные, с красивыми телами девушки, которые использовались тогдашней властью в качестве, так сказать, утех своих. Так что здесь надо сказать, что путинский режим не был первооткрывателем. В советский период тоже это происходило. Ну, скажем так, не знаю, насколько нашим зрителям известна ситуация с созданием такого специфического публичного дома при Российской Академии Наук-ЦК КПСС. Знаменитое дело гладиаторов, так называемых. Ну, не буду вдаваться в немножко пошловатое изложение этой истории, когда там и академики, философы российские были замешаны в создании вот этих вот публичных домов. И потом там страшно возмущался Хрущев по поводу того, что откуда гладиаторы, одного из этих основателей советской тогдашней философии, значит, Хрущев спрашивал, ну, куда ты полез-то? Ты-то старый, значит, козел, зачем ты это делал? Да я ничего, я только гладил. Вот отсюда, так сказать, вот это вот прозвище гладиаторы. Такая вот позорная страница советской философии. Все это было основано на том же самом. Вербовка среди молодых девчонок, в том числе и спортсменок. То есть базой для поставки вот этих вот наложниц фактически в публичные дома власти в Советском Союзе были в том числе и там хореографические училища, спортсменки и так далее. То есть это все не вчера началось. Путинский режим здесь не первооткрыватель. Просто масштаб совершенно другой, понятное дело. Потому что все это накладывается на рынок, на товарно-денежные отношения. Потому что в Советском Союзе это, конечно, носило очень локальный характер, я бы сказал, камерный. Россия на этой неделе, признанная страной спонсором терроризма, по данным издания Forbes, потратила на войну уже четверть своего годового бюджета. И пока не видно ни конца, ни края. Один из главных ястребов войны, Рамзан Кадыров, делает с Путиным радостное селфи. Разговоры о новой волне мобилизации в России становятся все более актуальны. А на этой неделе Владимир Путин встречался с матерями мобилизованных. Впрочем, на встречу с Путиным попали далеко не все желающие. Совет матерей и жен, в которые объединились некоторые родственницы военных, заявил, что на встречу позвали только, цитата, карманных матерей. Подробнее об этом политолог Георгий Сатаров. Встреча Путина с солдатскими матерями. Но там получилась история, как уже сообщает телеграм-канал, постановочная. Потому что многих опознали, многих узнали, там члены Единой России и так далее. На ваш взгляд, для чего Владимиру Путину нужны такие встречи? Или, по крайней мере, их имитация? Что он хочет этим показать? Ну, во-первых, это некая традиция. Начнем с этого. Постановочных встреч мы за эти годы видели. Большие, между прочим, годы. Видели немало. И ничего как бы неожиданного в этом нет. Если есть встречи с народом, значит, будут кому положено. И спрашивать будут, что положено. И он будет говорить, что положено. Поэтому начнем с того, что это не новость. Правильно? Вопрос, зачем это нужно. Наверное, у него были бы и другие дела. Но как-то последнее время его активность... Его активность... Ну, это моя субъективная оценка. Нескоподувяла. Особенно, когда прозвучало это заявление, что Путин не поедет на Бали. Потому что у него очень много дел. Ну, я тогда заглянул эту неделю, следующую неделю, на его график, который легко можно увидеть на Кремлин.ру. Собственно, на сайте, который его активность отражает. И, в общем-то, я бы сказал, что там было совершенно очевидное снижение активности по сравнению с предыдущими периодами. И, в общем, дефицит президентского действия, которое не может сосредоточиться. Он, конечно, верховный главнокомандующий. Он не просто верховный главнокомандующий. Но он одновременно командующий верховно. Потому что он еще верховный главнокомандующий над министром обороны, над генеральным штабом, над всем, что происходит там. Включая и преступления против международного права. Над этим он тоже абсолютно верховный. Но он не может забывать о том, что он был избран не для этого, вообще-то говоря, а для многого другого. И встречаться с народом надо. Встречается он в последнее время мало. Это первая причина, по которой нужно это было. Во-вторых, точно так же, внимательный взгляд, может увидеть, что базовое активно выражаемое недовольство, точно так же, как это было перед февральской революцией 1917 года, проявляется женщиной. Я напомню, что в феврале 1917 года все началось с бунта женщин холодной ночью в очереди за хлебом. Вот сейчас раздражение и даже страх власти может вызвать повторение такого сценария, когда запалом какого-то взрыва становятся женщины. Поэтому нужно как-то погасить. Если такой страх, если они... А Путин вроде любит историю, любит изучать, фиксировать какие-то предшествующие ошибки и прочее. В этом он немножко даже напоминает китайских братьев. Но, правда, те делают серьезнее, делают выводы из этого, так сказать, практически. Вот. И не исключено, что это воспоминание тоже как-то подстегнуло, что нужно женщину уважить. Уважить публично. Публично. Ну, царь не мог уважить женщин тогда, не было телевидения. Вот. А Путин может. Поэтому произошло то, что произошло. Интервью Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова Юрию Дудю на этой неделе стало очень обсуждаемым. Что вызвало резонанс и почему? Об этом Михаил Шейтельман. Да, смотрел. Это очень интересное, конечно, содержательное интервью. И вообще человек, прямо скажем, глыба, назовем так. Не зря ему дали Нобелевскую премию. И это, безусловно, было для меня во всем этом потоке сознания, которое мне приходится выслушивать. В том числе от себя самого. Была такая, знаете, как это, бочка меда, правда, с ложкой дегтя. Я вам честно скажу. Во всем наступлении Муратова. Но я все-таки должен сказать сначала хорошее. Потому что вот человек, который по-настоящему, несмотря ни на что, вот человек, который занимается журналистикой, потому что он знает, что это такое. Человек, который не отступает ни перед чем, ничего не боится. Понимаете, у меня читатели из Иерусалима спрашивают, не боюсь ли я. Вот кто не боится. Муратов не боится находиться в России и все это делает на протяжении десятилетий. Это просто ходить под ракетами. Потому что если она упадет, она тебя убьет. И все как бы на этом. А скорее всего не упадет до вероятности на тебя лично. А вот быть как Муратов, вот это нужно смелостью обладать. Поэтому потрясающий совершенно человек. Ложкой дегтя все-таки я обязан ее тоже осветить. Это его отношение к Евгению Миронову. Но он правда тоже, он даже в этом повел себя как журналист. Он сказал Дудю, что он задаст эти вопросы Евгению Миронову. Но он видимо дружит с Евгением Мироновым. И он стал его как-то защищать что ли. Что, дескать, Евгений Миронов там. Зато он хороший, посмотрите его спектакли. Ну, когда человек ставит хорошие спектакли, но при этом соучаствует в убийстве сотен детей в Мариуполе. Приезжая в театр, где они находятся в этот момент прям под землей, закопанные бомбами российскими. Еще, возможно, живые, но их никто не спасает. А он приезжает, ходит по этому театру и цокает языком, говорит, помещение в ужасном состоянии. А там в это время дети мертвые под этим помещением. И он вот этим всем занимается, понимаете, выгораживая Россию. Но это соучастие в убийстве, конечно, в чистом виде. Хотя Муратов и сказал, что вот сетевые, значит, эти, обвиняют, бросаются обвинениями. Но тут уже больше нельзя сделать чем. Ну, хорошо, я такой же, да, сетевой, да, бросаюсь обвинениями. Но то, что сделал Миронов, это выходит за пределы даже уголовного кодекса. Это прямо достойно ГАГи какой-нибудь или Нюрнберга. Поехать в разбомбленный театр, на который сбросили бомбу, где было тысячи и тысячи человек в подвале. И они там сейчас. Кто-то из них, возможно, жив. Их не откапывали русские специально, пока они не умерли. А потом их сожгли где-то в прематории перевозном. А Миронов приехал, сказал, тут надо играть в спектакли, у актеров горят глаза. Жалко, что помещение в таком состоянии. Оно просто в таком состоянии, понимаете. Этому нет оправдания, предела и все относительно этого Евгения. Какие бы он там ни ставил спектакли, ничто его не оправдает, мне кажется. Первый канал под руководством Константина Эрнста – рупор войны в Украине. Но сам Эрнст держится обособленно. Что происходит с тем, кого некогда называли либералом? Об этом редактор Яна Бельская. Но ни слова оправдания для Эрнста я не вижу. Он делал прекрасный телеканал с большим количеством суперпопулярных программ. Все эти танцы со звездами, голоса и прочее. Он делал очень мощный канал, на который подсели люди, которым потом через эту дырку в голове влили тот яд, который им влили. Я считаю, что Константин Эрнст, Добродеев и прочие замечательные люди, они, к сожалению, будут, их ждет судьба примерно та же, что ждала судьба пропагандистов Рейха. Потому что это люди, которые изуродовали большое количество силами которых и талантами которых изуродовано огромное количество людей, и разбито огромное количество семей. И они на одной из камьи подсудимых должны сидеть с теми военачальниками, которые одобряли Лучу и Марию. Это Грэм Ньюс. Здесь мы коротко рассказываем вам о том, что важно. Если вы еще не стали нашим подписчиком, обязательно это сделайте. В Грэме все только начинается. В хорошем смысле слова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!